Добрый вечер. Очень серьезное достоинство Дмитрия Анатольевича в том, что его не принято бояться. Он такой совсем не страшный, а очень при этом позитивный. И, отчитываясь перед думой, он запугивал страну мягко, апокалипсис рисовал достаточно пастельными такими цветами и фразами, приближающийся конец описывал с нежностью, и в результате и сам не напугался, и людям с депутатами помог не обращать на сказанное им внимание. Отговорил, уехал, все разошлись по своим делам уже через день, забыв о том, что говорил Медведев, потому что было просто интересно, тем более московский комсомолец после этого написал, что сам Дмитрий Анатольевич тоже расслабился, руку в карман засуну, в общем, не страшно было обеим сторонам. Но при всем при том, Медведев, вот то, о чем он говорил, все как-то обратили внимание на Промилле, и не обратили внимания на все остальные его, в том числе в дорожной сфере, заклинания, угрозы и совершенно чудовищные предложения, сказанные им. Призыв Медведева продолжать рушить страну федеральной раздробленностью, раньше называлась феодальная раздробленность, сейчас она у нас переросла в федеральную раздробленность, Медведев предложил делить по-прежнему людей на богатых и бедных и душить водителей. Причем, конечно, сказал он это не впрямую, процитирую, как именно он сформулировал. Дальнейшие перспективы транспортного комплекса связаны с созданием условий для привлечения средств инвесторов, включая механизмы государственно-частного партнерства. У нас есть концессионные соглашения, есть успешные проекты, западный скоростной диаметр в Петербурге, строительство скоростной автомагистрали между Москвой и Санкт-Петербургом. Подобные проекты не должны перестать быть экзотикой, вот это самое главное, чего мы должны добиться. Все послушали, и никто не подложил под эти высказывания реальное положение дел, а ведь речь-то шла о платных дорогах. В переводе на язык конкретики и фактов Медведев похвастался платными дорогами и порадовался, что умело отдавая государственные деньги в частные руки концессионеров, в итоге сдает водителей им в аренду, причем на очень большие сроки, потому что вот эти концессионные последствия, они на десятилетия по Москва-Питер, по этой трассе, там же на 30 лет нас с вами, сдают в аренду людям, построившим в том числе на государственные деньги, эту самую дорогу. Платный асфальт страны, это и есть главное, что необходимо добиться с позиции Медведева, то, к чему он призывал. И этот ужас означает, что для власти нет понятия наших с вами частных интересов. Проблемы гражданина не играют роли. И тут вот очень четко и цинично обозначен интерес государства. Причем вот эта логическая схема. Автобус платный, троллейбус платный, самолет платный, поезд платный, пароход платный. А что, автомобиль теперь должен ездить просто так по стране? Ни в коем случае. И если у гражданина, ну или там у наемного водителя, который работает и кормится с этой профессией, ездит по дорогам, если у него нет денег на дорогу, то будет то же самое, что с безбилетниками. Нету. Поэтому дальше идешь пешком, и никого не волнуют твои проблемы. Все вокруг должно быть платное, и в том числе асфальт должен быть платный. И этот приговор нам с вами называется очень вежливо привлечение средств инвесторов. И это все было нормально сказано, добрым тоном, вежливым, приятным человеком. Государственная дума с интересом покивала головки по этому поводу и не ожила ровно до тех пор, пока он не заговорил про Апрамиле. Мы услышали приговор нам. У нас из региона в регион не проедешь. У нас нет так называемого межрегионного транзита. Мы не можем сливочное масло привезти из одной части нашей страны в другую, даже если расстояние близки, в том числе потому, что нет дорог. А если они есть, то там свирепствуют все виды заградотрядов, которые только существуют. И это все, в конце концов, в том числе сказывается на цене товара. И вообще вся вот эта наша логистическая система, когда дороги даны, они пока еще бесплатные в большинстве своем, но уже сейчас даны на откуп тем, кто имеет право на них кормиться. То есть мы кормим ГАИМы, транспортную инспекцию, весовой контроль. У нас Росавтодор свирепствует со своим стремлением оштрафовать всех за пользование дорогами. А теперь под это все еще будут подкладываться вот эта вот самая инвестиционная привлекательность дорожной сферы. Платный асфальт. Вот и все. И после этого, ну да, действительно, вот в Грузии же попробовали платные лифты. Подошел к лифту, нет у тебя здоровья. Заплатил несколько лари, поднялся на пятый этаж. А нет у тебя и денег, и здоровья, значит, сдох там, на лестнице. С дорогами у нас, да, привлечение средств инвесторов. Причем, ведь здесь дело не в отсутствии денег. У нас этих денег в избытке, у нас их нескончаемо много. Медведев по этому поводу сказал, реформируется система финансирования дорожного хозяйства путем создания дорожных фондов. За прошлый год только с федерального бюджета на эти цели направлено порядка 440 миллиардов рублей. Объем региональных дорожных фондов составил 590 миллиардов рублей. И он радостно сообщил, что это в три раза больше финансирования 2010 года. Медведев не осмелился суммировать эти суммы. А это, между прочим, триллион, причем даже с небольшим хвостиком. А помните, когда Путин только-только у нас собирался избираться в президенты, и он нам рассказывал о том, как будет выглядеть наша жизнь. Он обещал по триллион рублей в год именно на дороге. И тогда Сюланов ему сказал, что извините, но в сусеках и закромах больше 200 миллиардов просто нету. А оказывается, они есть. Их целый триллион. Причем, десятый год, с которым сравнивает Медведев. В десятом году, на минуточку, мы закончили строить ту самую трассу Амур. И у нас бюджет дорожный, у нас дороги в тот момент поглотили 700, где-то 40 миллиардов рублей. То есть, денег, по большому счету, у нас вот тогда хватило на все, достроить дорогу, отремонтировать все остальное. То есть, трассу Амур мы достроили, у нас бюджет дорожный 740 миллиардов рублей составил. То есть, получается, что и в голодные годы у нас, в принципе, денег хватало на любую асфальтовую дорогу. Сейчас у нас, тем более, стабильность, у нас же нет практически инфляции, у нас шикарный совершенно ВВП, у нас потрясающая стабильность экономики. И будет триллион, и после этого у нас дороги будут опять платными. Потому что на этот триллион нам построят платные дороги, сдав нас, водители, в долгосрочную аренду на 20-30 лет консессионерам. И никого не напугала нарисованная Дмитрием Анатольевичем картина его собственной неосведомленности. Там ведь был этот совершенно потрясающий момент. Ну, правильно, откуда у Медведева будет осведомленность, когда он живет в условиях необитаемого острова. Вы помните его рекламный ролик? Кожан, черный БМВ, X5 бандитский, пустой газон, пустой бэкграунд, там никого нету. Понятно, что машину ему кто-то заправляет, завтрак ему кто-то приносит, но прислуга не договаривает, что, оказывается, есть жизнь за пределами МКАДа. И поэтому, Дмитрий Анатольевич, усугубленно, уделив внимание в своем докладе перед Государственной Думой по поводу транспортного коллапса Москвы и Московской области сказал, что вот существует в том числе очень наглядная региональная проблема нашего столичного транспортного узла, и он даже обозначил вот эту свою чудовищную некомпетентность, то есть он не имеет ни малейшего представления о том, что там происходит на самом деле, там это у нас в Москве, ну, я просто не знаю, конкретно на каком необитаемом острове живет Дмитрий Анатольевич, бесспорно уважаемый, он тогда сообщил нам, что к хроническим заторам на дорогах приводит существующая сегодня инфраструктура и взрывной рост автомобилизации. И Дмитрий Анатольевич сказал, что хотел бы напомнить, 2,7 миллиона было продано в 2012 году автомобилей, на самом деле 2,9 миллиона. Дмитрий Анатольевич, вас обманули. За МКАДом есть жизнь. И вот эти, на самом деле, практически 3 миллиона автомобилей не москвичи купили, а купила вся страна. А лидеры по росту автопарка, в том числе по иномарочному, это Тольятти, Сургут и Красноярск, и отнюдь не Москва. А Москва каждый год, Дмитрий Анатольевич, она приобретает 300 тысяч автомобилей. И те же самые 300 тысяч сбрасывает секонд-хендом в провинцию. И автопарк Москвы, как он насчитывал 3,5 миллиона, так он и насчитывает. Десятилетие 3,5 миллиона. И никакого взрывного роста автопарка Москвы, из-за которого случился транспортный коллапс, нету. Вы, Дмитрий Анатольевич, просто не в курсе. Хорошо, что вы беретесь страдать за нас и решать эту проблему, но вы просто не совсем знаете, как выглядит эта проблема. А проблема у нас выглядит совершенно по-другому. В ЦИОМ об этом сказал, кстати, вам, и вы тоже по этому поводу, Дмитрий Анатольевич, среагировали, когда выяснилось, что 85% респондентов очень недовольны вашими блатными на дорогах, вашими неприкасаемыми поведением тех людей, которые у нас выведены из-под действия закона. Степень опасности наших дорог, непроходимость наших дорог и количество коррупции на наших дорогах. Вот именно отсюда оно идет. Поэтому, когда вы переименовали милицию в полицию, это здорово. А давайте переименуем теперь ее обратно, полицию в милицию, чтобы они занимались своим прежним делом. Потому что во времена милиции у них даже была какая-то более-менее обязанность что-то там регулировать, а во времена полиции нету этого ничего. Дмитрий Анатольевич, вот тут надо чего-то делать, потому что ситуация все-таки у нас трагическая, и понятно, что Думу вы не запугали, а вот мне, например, стало страшно. И у вас неправильный информационный посыл. И вот сегодняшний день, когда Дмитрий Анатольевич уже предложил, например, за агрессивную езду наказывать людей, это разговор к тому, что Дмитрий Анатольевич не открывал правила дорожного движения, а там все санкции, в том числе по поводу агрессивного вождения, существуют тоже десятилетиями. И вы об этом тоже не знаете. Получается, что в основе ваших действий отсутствует юридическое понимание ситуации закона. Перерыв на новости. Поскольку мы не напуганы Дмитрием Анатольевичем, мы позволим себе недрогнувшими голосами обсуждать дальнейшее автомобильное будущее. Все-таки какое-то оно у нас есть. Довольно часто оно связано с выбором следующего автомобиля. Телефон 65 10 9 9 6. Давайте попробуем выяснить, что же нас на самом деле интересует. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Я вот долгое время был счастливым обладателем машины Peugeot 308 SV. Ух ты. И после четырех лет эксплуатации нагонял 60 тысяч, и оно им просто надоело. Машина была в хорошем состоянии. Сто исключением, наверное, из правил, которые вы обсуждаете, говорите, что никто не отдаёт хороших машин. На самом деле, в моем случае так и было. Вот они, мы скале клятые, Дмитрий, вот они. Ну да, да. И вот решил поменять, и пал мой взор случайным образом на Seat Altea Freetrek. О, двухлитровый полноприводный. Да, который я в один день обкатал вместе с калеосом Renault, вот, и понял, что, наверное, это всё-таки Seat. Три раза пытался себя убедить, что эта машина, наверное, мне не до конца нравится. Три раза прокатился, и всё равно, вот, как бы остановил свой выбор на ней. Хочу спросить, вот, что можно ожидать от этой машины? Дмитрий, ответ немножечко про вас, а не про машину. Вы человек, испорченный, очень хорошей управляемостью Peugeot, и когда вы ездили на своем 308, при всей простоте ее подвесок и утилитарности сути, у вас была машина, которая четко следовала за рулем, радовала нормальной разгонной динамикой и прекрасными тормозами. И когда вы сели за руль, вот именно, Seata Freetrek, вы получили то же самое, только еще на полном приводе, на другом клиренсе. У вас подвеска зажатая, машина темпераментная, и огня вне испанского много и в избытке. В этой машине, в принципе, ничего само по себе не отвалится, ничего само по себе не заклинит и не вытечет. И эта штука будет бегать довольно долго, довольно старательно, и при этом она так аккуратно добавит вам в характеристику, Дмитрий, не пугайтесь этого, но это с вами произойдет, легкую адреналиновую зависимость. Потому что, как только вы к этой машине присидитесь, вот уже все будет понятно, вы с ней сольетесь в экстазе в единое целое, станет понятно, что она может гораздо больше, чем вы предполагали. И вот тут-то начнется самое интересное. Если вы еще с собой жену возьмете, то будьте готовы к легкому повизгиванию в повороте не только резины, но и любимой женщины. Зато машина вас не подведет. Ну, так, тысяч, наверное, сто. А там посмотрим. Вот как, и даже с учетом там ДСГ, да, все это должно прожить. ДСГ это не та штука, по поводу которой злые японцы наколдовали безвременную кончину в обязательном порядке, и многие редкие птицы долетают, как известно, дальше, чем середина Днепра, а многие ДСГ переживают рубеж 150 тысяч и при этом тоже не ломаются. А вообще-то сущность у нее платформы взята от Тигуана, и по Тигуану нельзя сказать, что ДСГ там поставлено в какие-то чудовищные условия полного привода, после которого она погибает просто безвозвратно. Наоборот, очень хорошо себя чувствует. Очень хорошо. А тогда, если вы уж упомянули Тигуан, вот прошивка по поводу АБС, вот с ней какие-то проблемы были, это не касается вот данного аппарата? Учитывая, что год продается фритреков ровно две штуки, то пока еще очень мало впечатлений по поводу этого автомобиля. В принципе, за ним это не замечено, тем более, что у Тигуана у него ТВР-овские стоят тормоза, вот, например, у Йети этого косяка нету, потому что у него Бош, или там еще кто-то, там несколько поставщиков, и это сопровождает только одного конкретного производителя, вроде бы, вот, я просто давно не заглядывал под капот этому автомобилю, я уже не помню, кто там откуда чего прикрутил, но вроде бы первый владелец фритрека ездит до сих пор, у него педаль колом ни разу не встала, вы будете второй, надеюсь, что у вас тоже будет все в порядке. Ну, по крайней мере, из тех ощущений, которые я испытал, резко оттормаживаясь пару раз, я заметил, что никаких проблем нету, и встает она, ну, почти колом. Дмитрий, вы еще не все ощущения этой машины испытали, она вам еще много раз укажет на ту самую разницу темпераментов, которая между холодной Европой и горячей Испанией. Именно вот этот нюанс заложен в машину, и он потихонечку раскрывается, не сразу, не сразу, нет, не в первый день, даже не в первый месяц, но потом будет очень увлекательно. Здравствуйте, Роман. Здравствуйте, Сергей. Второй раз за неделю дозваниваюсь. Счастье? Да. Спасибо вам за передачу. Значит, вопрос к Кэдди, про Кэдди, двигатель 1.2, вот как вы считаете, насколько он такой вот лучший? Вот когда вы мне первый раз позвонили и сказали, что у вас Кэдди с мотором 1.2, я был, честно говоря, изумлен, потому что я про эту комплектацию не знал, что к нам поставляется 1.2, поскольку, в принципе, эта штука всегда работает в состоянии перенапряжения, чтобы таскать на себе такую тушку, а тем более, что вы же еще там на хвост бросаете какой-то полезный груз, ради которого машины собственно и производили. Да, да. И вот то, что это все еще как-то сосуществует с мотором 1.2, вызывает у меня такой чистый инженерный интерес ресурса. Ну и как? Поэтому, Роман, я надеюсь, что через какое-то время вы дозвонитесь до нас в третий раз, в четвертый раз, в пятый раз, и будете говорить, полет нормальный, там 100 тысяч нормальный, 200 тысяч нормальный, 300 тысяч нормальный. Он у нас от сердца отляжет. Потому что, в принципе, появление такого двигателя в этом автомобиле это очень рискованно. Рискованно, да? Конечно. То есть, надо было брать тогда дизель, да? Ну, вообще машина создавалась под дизель. Как всякий приличный европеец, она родилась дизельной, а потом к ней пришли пластические хирурги и сказали, что в некоторых частях света эта красота не пользуется спросом, нужно кое-что из имплантов добавить. Добавили. Поставили в бензиновый моторчик 1,2. Ну, печка ужасно зимой работает. Печка никакая. Ужасно, потому что, ну, у вас и кубатура большая, то есть, печка стандартная. Знаете, был бы у вас дизель, вы бы уже давно ездили бы в Ушанке. Еще хуже было. Да, 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 да. Потому что, я так понимаю, у вас комплектация самая скромная. Нет, у меня трейдлайн, это средняя комплектация. Это обшитый пластиком салон, скажем так. А, то есть, там голые доски с гвоздями не торчат. Нет, нет, нет. То есть, поцелили немножко. Да, но у вас, к сожалению, нету там губозакатывателя, нет попожужжателя, там много полезных вещей отсутствует. Но, заводится и едет, и это уже хорошо, значит, вот, да. А вы помните, как, вот мы с вами в детстве вели дневник наблюдения за природой. Был у вас такой? В первом, втором, третьем классе. Вот у меня, например, был такой же дневник. Я думаю, потихонечку вы начнете сейчас вести по поводу своего кэйди. Ну, и позванивать там, позванивать. Вам сопутствует удача. Ну, там последний вопрос. Вот, как вы считаете, транспортер, если дальше, или каравеллу, например, взять? Ну, или вы между ними, так знаете, так, в принципе, разницы же никакой нет. Одна газель грузовая, другая газель грузовая улучшенная. И транспортер, в принципе, да, но вот сколько нареканий по поводу дизельных двигателей транспортера. Бензиновый его убрать, по большому счету, не имеет никакого смысла. Расход топлива зверски совершенно. Машина очень правильная, но дизеля, что турбированный, что атмосферный, но почему-то не хотят они жить. Вот как только вштыривает наш сибирский мороз минус пять, все, их бин больной. Начинают все трудности. Причем у новых машин, у не очень новых машин, у кого-то высасывают в ноль аккумулятор, хотя не с чего, хоть клемму снимай. У кого-то не хватает чего-то, где-то замерзло, оно не работает. Симптомы у всех разные, суть одна. Дизеля не любят русский климат. Вот начиная с 41-го года, вот не любят и все. Значит, надо покупать двигатель бензиновый и переводить его на газ. О, двухтопливная система, конечно, да, можно попробовать. Причем, вот тут интересно то, что Audi, ну, концерт-то один, она уже потихонечку начала громоздить газовое оборудование, пока еще только на Audi. И, может быть, к тому моменту, когда вы износите свой кэдди, у них уже появится заводской установки какое-нибудь газовое оборудование. Такое чудо может произойти, потому что газу они присматриваются и работают над этой темой всерьез. Но если этого не произойдет, значит, получается, вы ставите себе китайцев либо итальянцев, потому что ГБО, оно, как правило, идет оттуда, вернее так, оно все идет из Китая, но некоторые идет через Италию, а некоторые идет напрямую. И две топливные системы, то есть, заводитесь, вы все равно на бензине, как только начинается с суровой трудности, вы переходите на бензин, октановое число у вас, в принципе, у газа все равно будет выше, конденсат слить не получится никогда в жизни, непонятно, что там оно болтыхается в баке, и тогда может быть лучше дизель с Вебастой и два аккумулятора. Да, согласен. Потому что уж очень, вот тем более эти же наши русские пытливые руки, ведь после того, как Блоху подковали, она же бедная сломалась и, в принципе, копыткой дрогнула и все, и после этого уже не работало. А вот по поводу двигателей какие, 86 лошадей и потом его как-то вот чипануть или бы 140 сразу взять. Ой, а вот тоже не угадаешь. В принципе, конечно, и то, и другое, ну, оно сдернет эту тушу, потому что по крутящему моменту и то, и другое работоспособно. Стоит ли, не берусь сказать, вот потому что все-таки у меня есть подозрение, что у них какой-то серьезный конструктивный просчет заложен в дизельную линейку вот в эту. При всем при том, что дизеля старшие по возрасту по кубатуре, у них нормальные. Ну, туареги же не дохнут, а каравеллы дохнут. И вот спрашивается, ребят, что-то как-то вот все-таки немцам с русским климатом не везет. Весь 20 век не везло. И вот, я так понимаю, уже историческая традиция перекинулась на 21 век. Юлия, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей, рада, что до вас дозвонилась. Я счастлив. У вас уже два года подсела на вашу программу. Спасибо вам большое за ваш трезвый ум, за яркость языка. И вообще за трезвость. Норму жизни. Сплошное удовольствие, честно-честно. Вот, Юль, видите как. Постоянно в пробках, вечером, в дороге, прям вот одно наслаждение. В общем, вы специально ищите пробку, чтобы наконец постоять и насладиться. Да, да, Ярославская ШТ, Королев, это мое, да, и вы со мной всегда рядом. Да, я тоже иногда, кстати, стою в соседней машине. Здорово. Сергей, у меня такой к вам вопрос, у нас семья небольшая, я муж и ребенок. У нас две машины на семью. Все они у нас бэушные, хотя, я знаю, вы не любите вторичный рынок, но нам как-то везло. У мужа машинка Hyundai Matrix, гоняют на ней с удовольствием 2006 года. Вот, а у меня Suzuki Jiminy досталась от свекрови. У вас шикарная машина, не продавайте ее, не надо. Вторую такую не купите. Да, ну вот мы думаем как раз по поводу Hyundai Matrix, на что бы ее поменять. Прервусь на новости, потом отвечу. Так вот, Юль, значит, у вас замечательная машина, тем более она по родственным линиям к вам пришла, Suzuki Jiminy была новая, в одной семье к ней претензий нет, лучше вы еще она не найдете, и Jiminy можно доезжать до, ну, до совершеннолетия ребенка, когда он перестанет там помещаться, или когда он пройдет, скажет, мама, знаешь что, у меня будет своя семья и своя машина. Это другой сценарий. Значит, по поводу Matrix, скорее всего, так или иначе, на эту машину выпадает какая-то семейная обязанность, например, объединять ваш маленький коллектив в единой поездке, в едином порыве, в один магазин. И, скорее всего, я предположу, что на смену Matrix вы не откажетесь иметь какой-то другой однообъемник, то есть такой минивэн. Минивэны бывают разные. По цене они, конечно, все разбросаны совершенно в чудовищном диапазоне. Точкой отсчета на сегодняшний день у нас служат два аппарата. Это Chevrolet Orlando и Opel Zafira Family. Есть еще Tourer. Это такая Zafira, которая совсем Tourer, в которую, в принципе, тоже ничего не вылазит. Не смотрите в туда в сторону даже. Есть нормальная Zafira калининградской сборки Family, и есть Orlando. Вот это два довольно крупногабаритных автомобиля, если вы хотите машину на вырост. Ну, например, второй ребенок. Или сильно проголодались, поехали в магазин Globus и взяли там не полтонны провианта, а тонну провианта. Вот это туда влезет. Есть еще парочка маленьких машинок в типоразмере Matrix. Например, Opel Meriva. Это очень любопытный автомобиль. И причем на рынке вторичном, если по какой-то причине вы пойдете искать машину именно там. Не советую, но предположим, что вы так сделаете. Вполне возможно, что и Meriva там тоже будет не самая убитая, потому что у этих автомобилей у них судьба очень по-разному складывается, и довольно часто бывает большой год и маленький пробег. Машина вторая в семье, и на ней никто никуда всерьез не ездил, ну, кроме как вот выезды, когда все вместе с семьей на шашлыки или выгулить ребенка, или, например, выгулить мужа и жену, в зависимости от того, кто на них больше упирался. То есть на вторичном рынке можно найти неубитую Meriva. А еще через какое-то время на наш рынок собирается прийти такой инженерный шедевр, который называется Ford B-Max. Машина интересна тем, что у нее нет центральной стойки. Вот вы подходите к этой машине, открываете у нее водительскую дверь, а потом сдвигаете пассажирскую, и там нет центральной стойки, и вы туда даже не входите, вы туда впархиваете, не споткнувшись о порог, не проложившись лбом по притолку и, соответственно, плечом, не зацепившись либо сумкой, либо зонтиком за центральную стойку. Эта машина, я не очень представляю себе, сколько она будет стоить в страховке, потому что даже маленький тюк в районе дверцы означает, что машина на выброс. У нее, конечно, там трудности с геометрией, с прочностью. Не в том смысле, что она разваливается, в том смысле, что если приходится какой-то удар, там очень сложная, очень тщательно продуманная конструкция, там очень интересно усиленное днище, там колоссальное инженерное искусство создания подобного автомобиля без центральной стойки, но очень удачная. И B-Max, он, когда к нам придет, если, конечно, Ford не облажается, как он это регулярно делает с ценами, то что в порыве жадности сейчас Ford безумствует просто невероятно. Вот если они будут цену брать с потолка одним метким плевком в нужное место в сытом состоянии, тогда B-Max это будет, наверное, одно из лучших предложений мирового мини-вэ настроения на нашем рынке. Если его не будет, Орландо, Зафира, посмотрите, очень достойные аппараты. Роберт, здравствуйте. Добрый вечер, очень приятно вас слышать, и то, что я до вас звонил, большой поклонник вашей передачи. Дайная радость. Очень люблю еще слушать вашего такого, как я не знаю, как правильно сказать, в нем очень хожу разговаривать Сан Саныча Пикуленко на «Эхо Москвы». Он тоже очень интересно ведет, рассказывает. Сергей, у меня вопрос такой. Сан Саныча у него беда, у него, к сожалению, есть два соведущих. Как правило... Да, 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 они вечно комментарии отпускают какие-то. Ужас. Колкости. Они постоянно лезут с пустым трепом, они не дают человеку сказать. Да, да, не дают нормально человеку выговориться. Он хочет так, это аргументированно все рассказать и объяснить, они начинают какие-то колкости вставлять. Есть такой косяк у них у всех. Они якобы. Но это бог с ними. Да. Да. Что у нас с вами? Сергей, у меня такой вопрос. Я владелец МЛК Мерседеса в 164-м кузове, вот предпоследний. Не 164-м, я его брал новым в шестом году. Машину, я уже откатал на ней 230 тысяч на этой машине вот за это с шестого года. У меня вот до последних 20 тысяч начались проблемы. Одна за одной пошли, я перепугался. У меня сначала полетел балансировочный вал. Ух ты! Хотя он должен был лететь до 100 тысяч, как мне сказали. Но еще по гарантии. Но я на гарантию машину не ставил. Я сам ее обслуживал всегда. И до сегодняшнего дня обслуживаю сам. Я не езжу ни к официалам, никому. Балансировочный вал. Летом полетела плата в коробке, заменили ее. Говорят, косяк был. Пришлось ждать ее целый месяц, пока с Чехии она пришла, плата. И рулевая рейка у меня потекла на ней. Походовой проблем не было. Поменял задние амортизаторы. Вот, Сергей, у меня вопрос такой. У меня, кстати, она без пневматики я ее брал. Я брал на обычных амортизаторах, потому что по пневматике проблем очень много у Мерседеса на наших дорогах. Отзывы очень такие негативные. У меня друзья покупали вместе со мной одновременно. Я говорю, я не буду рисковать. Я взял у них там до 30-40 тысяч и летели стойки. Они меняли, бедные деньги большие попадали. Я брал такой на амортизаторах. Вот, Сергей, хотел узнать, ресурс какой у машины вообще у Мерседеса? УМЛ-ки. Вот я владелец, я сам все вовремя все это делал, даже все раньше чуть-чуть. Поэтому, наверное, она служит. Роберт, тут... Сколько может он отжить? Сразу ответ на все вопросы. Во-первых, проблема по пневме у 166-го, она практически уже не встречается. У 164-го, да, действительно было. Были, да. Вообще-то, в чем прелесть конкретно вашей машины? Ей повезло в том, что она именно в ваши руки попала, потому что вы ее спасли. Она у вас прожила 230 тысяч без проблем, именно потому, что вы ни разу не отдавали ее на растерзание официальным дилерам. Именно потому, что эти люди со своими сертифицированными руками, растущими из сертифицированного места, ни разу к ней не подступились. И вот это ее очень сильно спасло. Я не допускал, ни один из своих автомобилей никогда не допускаю. Никого, ни одних. Если что-то не знаю, приезжаю, делают, но только под моим контролем. И миллион вопросов, они всегда начинают нервничать, злиться из-за этого, ругаться, выставляют меня там куда-то. Я говорю, нет, я не уведу, это моя машина, я вам плачу деньги, я буду следить, смотреть, как вы делаете. Я знаю, как это все делается в сервисах, очень сильно обманывают, особенно в Москве. Загоняешь поменять масло, а тебе просто намочат крышку, фильтр протрут, или новый вкрутят, а масло не поменяют. Это сплошь и рядом. В Москве это у всех официалов. Да. Абсолютно. Да. Все страдают этим. Масло не меняют, просто разводят людей на деньги тупо. Это есть такое. Да, причем масло могут и поменять, но только поменяют на какой-нибудь лукойл, будь он ладен. И скажу, что все в порядке. То есть, не сертифицированные запчасти, левота полная, которую вам могут вкрутить в любой момент, это в порядке вещей, но это уже особенность жизни в нашей стране, потому что хозяин не доплачивает персоналу, персонал ворует у кого только можно. Да. Это называется макутинг. Это круговая порука, она еще с советского сервиса идет, совершенно верно. Никуда от этого не денешься. Сергей, вопрос вот такой. Сколько вообще машин еще проживет? Пока сейчас у меня нет возможности вот в ближайший год полтора покупать опять новый автомобиль, но я опять хочу взять Мерседес и опять МЛ. Я влюбился в эту машину за эти года, хотя до этого было очень много разных машин, и сейчас даже, когда она у меня стояла из-за коробки поломанной, я себе Део Нексию купил, и получаю такой кайф, адреналина не выезжая. Део Нексия? Вот эту, да, с 16-клапаном я снова вернулся к механике, на ручке я себя почувствовал снова водителем, а не сонным этим за рулем. Да, Роберт, это чрезвычайно экстремальный ход, пока машина подвисла в ремонте, взять себе Нексию, это очень интересный вопрос. Ну, у меня сын подрастает, сын, сыну, нет, сыну 18 лет исполняется в этом году, я взял машину на опережение, он сейчас получит права, сразу после, мальчишки, они сразу хотят за руль сесть, думаю, пускай ездит на Нексию, учится, Мерседес еще не заслужил пока, еще по возрасту не заслужил. Да, да. Я покатается, научится лет 5, пока в институте, учится, вот 5 лет института, я говорю, гоняй сколько хочешь и убивай как хочешь, но убивать не дам, буду следить за машиной, все равно, я люблю машины, и слежу за ними, мне просто интересно, сколько он еще отходит у меня. Потому что я знаю, что ешки обычные, вот у меня зять занимался тем, что гонял в Германии, ну, в начале 90-х, в середине, ой, в конце 90-х, в начале 2000-х, гонял ешки, но я знаю, он аферистничал немножко, это были все из-под такси, там турки их отмывали, чистили, перешивали салон, а машины все за полмиллиона, мне честно, я говорил, все машины за полмиллиона пробеги, но эти машины еще, я знал людей, которые у него покупали, и они до сих пор ездят, там уже 5-6 лет прошло, они еще ездят и ездят на этих машинах, ну, там что дойдет, какой-то текущий ремонт обычный, недополомки там, яму влетело, еще чего-то, но машины живут, вот реально, мне интересно, сколько будет жить МЛ с этим бензиновым двигателем, 3.5. МЛ в принципе должен с вами был дотянуть до 250 тысяч, но поскольку вы ему искусственно продляли жизнь своей любовью и своими руками, и тем, что не подпускали террористов ковыряться, это уже комплименты, да, но знаете, хороший владелец, это такой залог взаимного альянса между любимой машиной и человеком, который отдает ей и, соответственно, получает, дело в том, что вы тем самым увеличили ее возможности, и она, конечно, потихонечку будет вам как-то аккуратно жаловаться на здоровье, у нее, понятно, что равноизносного автомобиля еще не существует, хотя стремятся. Да, они все равно ломаются, все портятся, как-то изъявляют. Тут это, да, есть, но она должна была к 250 уже прийти в негодность, а она у вас только-только начала слегка хромать, и поэтому ресурс конкретно вашего автомобиля, я сильно подозреваю, что, ну, вы продлили где-то больше, чем настольник сверху, и ваша сильно за 300 прослужит, и поэтому год расчетный, который вы закладываете в эксплуатацию на ближайшую перспективу, она отбегает без вопросов, без проблем, тем более у вас вырезала такая неожиданная, но серьезная проблема, как балансирный вал, значит, вы так или иначе полезли в двигатель, посмотрели, и там уже криминала не было, скорее всего... Нет, криминала не было, я поменялся цепи, натяжители, муфты, я все поменял, там надо было поменять просто балансирный, я все поменял по кругу, пускай все будет новое, как бы это было все под таким контролем, я разбираюсь, я любые двигатели сам делаю, но в свою побоялся залазить в Мерседес, хотя любые моторы я залазил, друзьям всем ремонтирую двигатели, не по барабану, лишь бы только бензин был, я дизеля боюсь, а бензин я не боюсь ни один, а вот со своим не рискнул, и приехал сервис, но в сервис, ребята замечательные, они работали когда-то на Мерседесе, у них цены в 3-4 раза ниже, на Хиновском ребята работают, умницы просто там, и подход такой, и они запчасти поищут, найдут оригинальные, подешевле, в общем, здорово, они занимаются только Мерседесами, специалисты очень хорошего класса, и при этом пальцы не распальцованы у них. Вы как профессиональный врач сами своих родственников не лечите, отдаете друзьям, но сами при этом, если что, практикуете, поэтому друзьям эту машину делаете. Значит, в итоге, ваша штука проживет еще долго, вы ее любите, она вам отвечает заимностью, тем более, что вы настолько к ней с душой и настолько с опережением по замене, что, в общем-то, там заболеть нечему, ну, если, конечно, прорвется, какой-то косячок, но это будет, не знаю, там, от усталости металла или от коррозии, там, какого-нибудь патрубка, не дай бог, там, системы охлаждения, вот такое, из этой категории, которая просто непредсказуема, но, то есть, сыпаться, рушиться, когда у нее начинается тотальный обвал всего, вот этой ситуации с конкретно вашим экземпляром не произойдет. Это как с любимой женщиной, вы ее на руках, а она вам в диапазоне от шикарного ужина и заканчивая великолепной внешностью, когда люди в театре и все аплодируют. Спасибо большое, Сергей, спасибо большое. Роберт, спасибо вам за комментарии. Вы когда будете машину продавать, можете продавать через нашу программу, потому что это будет машина от того самого Роберта, у которого она к тому моменту 300 пробежала, но из хороших рук, и это будет безопасная покупка. Поэтому, знаете, мало ли, через годик в эфир, позвоните, скажите, ну вот, настал этот трагический момент. Хорошо, я вам три месяца звонил, только сегодня назвонился, практически каждый вечер набираю, только сегодня пробился, так рад, сколько эмоций. Роберт, и заметьте, за эти три месяца она вам вопросов не задавала. Машина нет, абсолютно. Она понимала, что вы должны будете получить диагноз от доктора, который скажет, что проживет еще долго и счастливо, и она вас не подвела ни разу в ожидании этого позитивного и перспективного ответа. С ней все в порядке. Спасибо большое, Сергей, спасибо. Да, пожалуйста. До свидания. Вот когда вот так к технике, она, конечно, очень по-человечески. Перерыв на новости. На сайт пришло хорошее сообщение от Владимира. Слушай последние выпуски вашей программы невольно приходит убеждение, что началась предвыборная борьба за место мэра Москвы. Откройте тайну. Интересно, какого кандидата на этот пост представляете вы? Уж больно рьяно вы высказываетесь против существующего правительства Москвы и Собянина. Вы что, вообще против всех реконструкций магистралей нашего города? То, что делает Собянин, к вашему сведению, это настоящий прорыв в градостроении города, иначе будет полный стоп движению на дорогах, и все так вами любимые автолюбители наконец-то пойдут пешком. от того, как именно уничтожается мой родной город этими самыми магистралями. Почему именно, я объяснял многократно, в том числе и на конкретных примерах. И я в этом вижу не отсутствие компетенции, я вижу в этом злой умысел. Я подозреваю, что стоит задача сделать город совершенно непригодным к эксплуатации собственных автомобилей. По поводу мэра, знаете, у нас пока не разрешено, мы боремся с терроризмом, и главный метод, и самый результативный метод борьбы с терроризмом в нашей стране, это отсутствие выборов губернаторов и мэров городов. До тех пор, пока мы терроризм не поборем, я так понимаю, у нас выборов никаких не будет. Ну и, соответственно, что тут говорить, будет ли у нас какой-нибудь кандидат или не будет никакого кандидата, тем более, что кандидатов нет. Еще несколько вопросов с сайта. Денис спрашивает, что я могу сказать по поводу Авенсиса 2007 года 1.8 на механике стоит покупать или есть варианты получше? На самом деле, вот в этом вопросе, скорее всего, подразумевается некая безысходность вторичного рынка, поскольку человек ограничен в средствах и выбирает, в общем, среди брендов, Toyota, знаменитое, японское качество, то, что она сделана в Англии, руками лордов и эсеров, и лично Маргарет Тэтчер, царствие небесное, принимала участие в создании этого автомобиля, как-то немножечко вселяет минимальную надежду, что еще послужит. Авенсис 2007 года 1.8 на ручке вы купите в 3, дорогая, потому что тот, кто вам продает, его считает, что это настоящее японское качество. То есть, это, наверное, один из самых плохих вариантов. Хуже может быть только Мерседес тех же лет, потому что у него будет еще и очень сильно скрученный спидометр. У Павла проблема между Camry 2.5 новой в хорошей комплектации либо поддержанного Pajero. Конечно, джипануть это клево, но когда вы стоите на пороге автосалона, есть шанс купить новую машину, конечно, берите новую. Что лучше, спрашивает меня Игорь, Авенсис или Opel Vectra C? Opel Vectra C. Она не сильно лучше Авенсиса, просто может быть раз в тысячу. Ну, это же не в две тысячи. Вообще, сопоставлять один из лучших Opel с проходной японской одноразовой, дальше вы знаете, довольно странно, они несопоставимы. Opel, мягко говоря, лучше. И от Александра вопрос про новый Е-класс, насколько новая машина. Нет, она не новая, она рестайлинговая, у нее действительно есть некие изменения по внешности и чуть-чуть там еще по разным закоулкам. Телефон 6510996, Тимофей. Здравствуйте. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно услышать снова. Вопрос у меня один очень долгое время мучен, я хотел вам задать. Вы человек, измученный не столько нарзаном, сколько вопросом. Обычно страна цитирует этот фильм и там про нарзан идет. Вы измучены вопросом выбора автомобиля. Да, абсолютно верно, да. У меня увеличилась семья, осталось двое детей, и пришло время рассматривать какой-то однообъемник семейный. Очень нравилось Транс 4 Пикассо, очень нравилось. То есть нравилось стекло, которое заходит там, замакушку, панорамная крыша. Но машина была достаточно уже достаточно долго, она не обновлялась. Ну и плюс там известна проблема с двигателем с этим 1.6. Дальше был выбор еще на С-Мак, но он оказался достаточно дорогим. И, слава богу, подошла сейчас Захира Турвен, который, принципе, как бы остановился с выбором. Нравится и жене, и удобно, и мне нравится. Остановился на варианте дизель двухлитровый автомат. Вот что скажете про эту машину. Вы до третьего ребенка успеете ее купить? Я думаю, да. Ну, в конце концов, она якобы семиместная, на самом деле, она удобная пятиместная. Шестые, седьмые, я рассматриваю. Мне нужно именно пять. Да-да-да, там пять мест будет, потолок высокий, причем хорошо побелили, балкончик есть сзади, если что, много можно раскидать всего, едет она нормально, сочетание 2.0 дизель, это лучшее сочетание у этого автомобиля, которое только можно придумать. То есть, вы, на самом деле, выбрали самый правильный вариант Зафиры Турер, который только можно найти. А вот подвеска, там есть так, Flex Drive, вообще нет смысла ли, Flex Drive, имеет смысл ли ее устанавливать как опцию? Или она будет лишней? Чем подвеска проще, тем дольше она служит. Понятно. Это, вот, если вы найдете, наконец-то, ту самую, те самые дороги, о которых Медведев так радостно рассказывает нам, что они очень в неплохом состоянии, если вы найдете, наконец, те дороги, которые товарищ Собянин лично за два года улучшил на тысячу процентов по количеству сертифицированных дырок, тогда да, подобная подвеска имеет смысл. Если вы живете в условиях реального мира, не надо. Купите себе просто 2.0, дизель, автомат, великолепное сочетание и вот все остальные деньги потратьте на то, чтобы напихать в эту машину максимум базовой электроники. Вот то, что в списке опций есть, там губозакатыватели всякие, видеокамеры, парктроники, вот это пусть стоит там, блютуз и прочее. Чем больше мелких этих штучек, тем больше счастья от обладания автомобилем. Поэтому потратьте на опции. Получится совсем здорово. И, кстати, у Opel, у него испокон веку очень неплохая сигнализация противоугонная. И вы же, когда к дилеру придете, он вам начнет выкручивать руки и скажет, давайте мы вам допы, давайте мы вам сигналку поставим. У нас тут есть такая шикарная китайская сигналка по закупочной цене 8 юаней, а мы вам ее тысячу за полторы сейчас поставим долларов, и это будет очень круто. Вот если есть возможность, не ведитесь на это. Я, в принципе, всегда предпочитаю стандартную сигналку и страховку. Да, стандартная сигналка и страховка. И при оформлении страхового полюса как раз упирайте на то, что этого достаточно. Тем более, зафиры не самые угоняемые машины, а вторгаться в электрические чудеса, они все сложнее и сложнее. Не надо. Пусть эти слесаря аккуратненько останутся без дополнительного заработка, по крайней мере, без вашего. Тем более, у вас двое детей. Я надеюсь, будет со временем третий. Ну, не надеюсь, он будет. Борис, здравствуйте. Да, добрый день. Хотел поговорить немножко о будущем. Давайте. То, что встретит перспектива размена, грубо говоря, трех автомобилей на два. И в трех, два, извините за неполечное слово, Хозе и Дискавер. Ух ты. Да. Ну вот, то есть их три просто в хозяйстве Дизеля-2 и 35-й. Вещевый. Так. Ну вот, и одному из них предстоит поменяться на нечто новое и компактное. И вот сама история с появлением ИС-4 на горизонте, вот насколько она разумна. Но, вот вы перед этим, это была тема, с которой я начал. Но вы говорили вот сейчас про Б-Макс. Или вот эту сразу радостную песню инженерной мысли. Да, она есть такая. Ну, извините меня. Был такой автомобиль, если мне память не изменяет, в истории. Ленч-Ардеа, выпускавшийся годы где-то с 39-го по 50-й какой-то лохматый, без центральной стойки. Эти автомобили до сих пор бегают и не имеют никаких проблем с геометрией. А на равное... Куда делся этот режим? Ну, если люди собираются сделать что-то аналогичное, по-другому же нельзя. Ну, знаете как, помните, сколько великих американских хард-топов без центральной стойки добегало до потрясающего музейного состояния и жило в веках. Машины 20-х, 30-х, 40-х годов. У них была рама. Здесь, вот в прямую раму ведь применить уже нельзя, потому что нормы безопасности не позволяют этого. Интегрированный кузов, и он, конечно, сделан именно в расчете на то, что оно не сломается, оно не прогнется, оно не сложится домиком, но если в классический рамный автомобиль кто-то втыкался, он ведь еще встречал сопротивление могучего железа полутора миллиметров. Там такое могучее железо, которое можно пальцем проснуть. Машину весом 600 килограмм и одной рукой можно поднять. У этого, да, а американские хардтопы, его попробуй проторать. Нет, я именно про Лянча. Лянча был инженер всегда. Да, да, Лянча. Согласен. Вот мы сейчас с вами присутствуем при гибели этого великого имени. Ну, это да. И это очень жалко, потому что то, что делала Лянча во все времена, вот у них в каждой эпохе, до Дельта Интеграли включительно 1984 года у них был обязательно шедевр какой-нибудь. У меня в гараже есть несколько шедевров по имени Фламиниев, Пульвия и Интеграли. Поэтому я немножко знаю всю эту историю. Вам еще стратус остается только найти где-нибудь? Пытался купить колоссальная проблема. Да. Проблема со стратусами, ну, она, наверное, за рамками вашей передачи находится. Все-таки страдали, которые были все перевернуты с ног на голову. Да. в общем, там со стратусами все совсем непросто, и это один из самых сложных автомобилей с вами найти. Ну да, это просто это все-таки украшение любой коллекции, начиная от Мелуза и заканчивая частным гаражом. Поэтому и стратус их вообще был-то раз-два и обчелся. Пойди, найди. Я вот за один даже обратно деньги получал. А, то есть вы удачливый охотник, у вас так называемая большая четверка. Я умею охотиться, у нас даже Дельта необычная, а та машина, которых четыре в Европе, в эдиционном финале, знаете, вот такую. Это был колоссальный трехлетний труд выковыривания из Японии. Ох, ничего себе. Ну, они же японские, финальцы японские, в этом вся фишка и заключалось, что японцы же тогда, вы знаете эту историю вообще, почему так получилось? Расскажите ее лучше в подробностях, потому что я думаю, что вы как специалист знаете больше меня, это точно. Ну, когда Лянча сказала, что интеграль закончилась, начали прессовать все фанатики, давайте, сделайте нам еще машинок. Начали появляться вот эти ограниченные серии Джалджи Нестра, Блю Франча, потом последней была Дилерс Коллекшн, они все специальные с цветов, специальные комплектациях, И Лянча сказала все. Ну, в общем, в итоге поднялся народный бунт, они сказали, ну, ладно, последние 250 машин делаем, дату не помню, но условно сказали, 1 сентября принимаем подписку. Ну, 1 сентября в Японии началось раньше, все 250 машин купили японцы. Несмотря даже на то, что у них руль был чужой левый. А для них это вообще отдельная ценность. Да, 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 по сей упору. Ну, вот, и в итоге 250 машин ушли в Японию, японцы заставили немножко изменить комплектацию, машина получила другую турбинку, ну, вот, и их никому не продавали. Понимаю. И продают до сих пор. Ну, вот, 4 машины в Европе, это, что называется, те, у кого нашлись а сейчас купить невозможно вообще, потому что они вышли за британский, за японский мод, и перед продажей надо пройти техосмотр, ну, если легально продавать машину, а не как дрова. А точка, по-моему, только одна на островах осталась, и для того, чтобы вот ту же самую дельту спроводить с островов, надо, значит, на соседний остров ее перегнать, причем на прицепе, у японцев это очень дорого. Ну, и они явно ждут, когда настанет 30 лет, машина станет реальной классикой, чтобы ценник умножить, то есть два нуля приписать сзади. Да, Борис, вы из тех, кому все-таки, как мне кажется, удастся со временем получить стратос в свой гараж. Это будет не сразу, но это будет. Я получил колоссальное удовольствие от общения с вами. До понедельника.